здравствуйте снова вот это доклад нас не будет не столько про вейфер как говорится это не столько доклад сколько рассказ не столько рассказ сколько рекламы не столько реклама сколько пропагаться это и так далее короче как вы знаете у нас сайт лве работает на нашем нашей такой интересной системе написано сашей боровским вот которая на рубин rails и до рубин до этой системы поделись просто media wiki на котором записывались маршрутки докладчики и все остальное вот а потом решилось что все таки не очень хорошо не очень удобно и сделали мы свои собочные систему естественно и не жена конференции которая так поступила вот многие конференции начиная организоваться на вики потом поняли что то не масштабируется и надо что-то здесь получше вот и как правило каждой конференцией изобретает свой собственный велосипед иногда случаясь то что конференции берут и все-таки используют софтописные другими конференциями. Например, вот кто-то мне вчера рассказывал про такую систему PreTalks, про которую я на самом деле слышал раньше. Например, ее разработали, по-моему, немцы. Вот я пользуюсь ей, например, чешская конференция Linux Days, двухдневая, в чешском, как его, ЧВУТ, чешской технической, высшая учебная техническая школа, как-то так называется. Вот. В моем случае я вот езжу на конференцию DevConf, и я наблюдаю за процессом развития систем управления конференциями в Debian, которые тоже, в общем-то, они менялись, развивались, были разные попытки что-то поменять, вот, как, собственно, и у нас с LVE. И вот последние годы там есть определенное развитие, которое весьма позитивное и которое, по-моему, LVE может перенять этот опыт и воспользовать хотя бы частично подобную систему. И вот в этом году, если вы заметили расписание, как было сделано на сайте LVE, оно, на самом деле, использовало кусок вот этого системы, вот эту систему, про которую я сейчас поговорю, Wafer. То есть, система Wafer вообще используется, самая лучшая конференция, которая использует, это DevConf, конференция Debian. Ну, тут национальные пункты немножечко неправильно разместились, я не проверил, как рендерится Markdown. Вот, то есть, конференция проходит две недели. Это достаточно большая конференция, на ней приезжает всегда около 200-300 людей, в зависимости от года из страны прохождения конференции. Снимаю себе, конференция длится 7 дней, это вторая неделя этой конференции. Первая неделя это, так называемый DevCamp, когда люди просто собираются вместе или по отдельности делают, что они хотят, по сути, кто-то хакает что-то, кто-то разрабатывает новые стандарты, грубо говоря, кто-то разрабатывает старые стандарты, кто-то просто флеймится и так далее, кто-то просто пьет пиво. Вот. В общем, DevCamp, это грубо говоря, это время и место для людей просто посидеть вместе и чем-то позаниматься интересным. Вот. Как правило, на DevCamp приезжает что-то около 50-80 человек, не больше. Вот. Они вместе чем-то занимаются, потом происходит день, который, как бы считается, первый официальный день конференции, но когда нет докладов, собственно, по теме. Это Debian Open Day, он же иногда Debian Day, потому что иногда этот день производится, как раз в день, в годовщину очередное создание Debian, которое было две недели назад, как-то говоря. Вот. В другие года это просто день, когда приветствуются все люди, любые желающие, и просто им рассказывается про историю фрисофта, опенсорса и Debian в частности. Вот. Ну, это откуда, я тоже показывал эту картинку, откуда люди в Debian есть. Как правило, все из них не приезжают, естественно, приезжают, как говорил, около 300 людей. Типа вот это вот Heidelberg, особенно не видно из-за освещения. Вот. Это Cape Town, это вот Curitiba в этом году. Было людей гораздо меньше, чем в другие годы, по разным причинам. Потому что это Бразилия, потому что бразильская политика, и не только политика, еще некоторые факторы. И, в общем, людей приехало меньше. Вот. Но, тем не менее. Вот. И слайдов это, собственно, все. Дальше у меня будет Handzone, по сути. Но я еще немножко поговорю про Wafer. Wafer был сделан чуваками из Кейптауна, когда они организовали встречи, конференции местного луга. Вот. И, соответственно, конференция в Кейптауне, это была первая Debian конференция, когда эта система была использована. Изначально в Debian пытались использовать разные вещи, типа вот Wiki, а потом одно время пытались использовать Pentabarf, конференция на менеджментную систему, придуманную немцами, по-моему, для FrostCon или какой-то немецкой конференции. Она очень плохо ставится, очень неудобно разрабатывается, плохо патчется и очень неудобно пользуется. Вот. У нее есть классная штука, у нее есть XML-выход. И этот XML-выход можно раскармливать в программу ConfClerk, который выглядит примерно вот так вот. Вот. Там можно смотреть, это вот как раз LVE-шное расписание, этот доклад и другие доклады. Вот. И приложение Geekty, которое некоторые из вас поставили в этом году и попробовали смотреть расписание LVE. Вот этот формат, который эти два приложения едят, он породился в Pentabarf. Потом немцы, которые разрабатывали Pentabarf, они решили все-таки его надо выкинуть и написали FRAB. Похожая система, которая тоже достаточно неудобная, но в чем-то лучше от Pentabarf. Debian, в свою очередь, перешел с Pentabarf на систему Summit. Вот. Которую тоже сразу же выкинули, потому что после проведения одной конференции, это в Heidelberg, оказалось, что ее пользоваться практически невозможно и невозможно развивать никак. Вот. И да, и вот Cape Town, хотя у нее тоже были проблемы, но она оказалась достаточно удобной. Так, посмотрите, где-то F11. Вот. Ну, сейчас покажу, как выглядит Wafer, как выглядит в этом году. Вот это сайт Debian Conf 2019. На главной странице новости, спонсоры, много новостей, больше новостей и так далее. Соответственно, меню, тут есть Code of Contact, про Debian Conf, Debian, аккомандация и так далее. Это все статистические странички. Вот. Соответственно, список спонсоров. Понятное дело, инфоманьяк с огромными буквами. У меня на Debian Conf 2019 написано на спине большими буквами. Почему-то в этом году очень большие логотипы спонсоров. Я захожу в борься в корчму, а у меня какая-то тетка спрашивает, а вы что, инфоманьяк? Я, в смысле, как это инфоманьяк? Ну, у вас на мальчике написано инфоманьяк. Ну, короче, в общем, со спонсорами нужно аккуратно. Потому что, вот, есть красивое описание пакетов спонсоров, пакетов спонсоров того, чего сейчас в LVE нет. Точнее, оно есть, но оно не публичное. Оно посылается спонсорам. Там есть один такой пунктик, который вот меня очень подзалил в этом году, про который я вам не скажу из-за уважения к соорганизаторам. Вот. Но, по-моему, этот пунктик надо брать. Ты знаешь, про что я говорю, Дима. Вот. И нам надо бы сделать такую штуку публичную тоже, я думаю, все-таки, чтобы мои спонсоров могли, как это, более их звать. Более как-то открыто. Вот. Соответственно, расписание. Расписание формируется самим, ну, не знаю, загрузится или нет. А, загрузится. Оно формируется самим движком. То есть, я чуть позже покажу, как это происходит. То есть, вот, в расписании можно отсортировать его по дням, например, посмотреть, что у нас будет в неделю. Ничего. Депкамп только. Вот. Можно сортировать, вот, да, например, вот по комнатам. То есть, каждая комната у нее отдельная страничка есть. Ну, не знаю, почему. А, нет, нельзя это так сделать. Ну, в общем, грубо говоря, можно открыть информацию про комнаты. Например, может быть карта и так далее. Соответственно, у каждого доклада есть тоже страница определенная. На этой странице про него написано. Ну, вот этот доклад, он исключительно по-португальски для абразильцев. Вот. Эмпакументо де софтуаре. Вот. У каждого автора тоже есть страница. Соответственно, если у автора несколько докладов, они, по идее, все должны быть тут перечислены. Да. Джон Эреберто, очень классный дебен-контрибутор, который в 2019 году только стал дебен-девелопером и начал очень активно задавать людей в дебен, в общем-то. Ух ты, много. Как-то он продуктивный, я смотрю. Вот. Ну, короче, многоязычность у вейфера, она не очень, как бы, такая хорошая. То есть, вейфер... Вообще, я покажу сейчас вейфера, как он выглядит в чистом виде. Вот это чистый вейфер, на самом деле. Вейфер — это библиотека. Это не сайт, на самом деле. Вейфер — это библиотека, которая втыкается в Django и представляет возможности для, по сути, организации конференции. Вот я сейчас зайду, как я. Пароль у меня, естественно, пасворд. Ой, не угадал. Пасворд. Вот. И, соответственно, она как-то не работает. Вот, ладно. Версия вейфера для LVE. Можно в нее тоже войти. Вот, если вы видите, тут есть многоязычность немножечко. Даже, то есть, если... Потому это Django. В Django есть поддержка многоязычности. Если ее включить, сразу вещи приводятся на русский язык, китайский, там, венгерский. Но не все, естественно. Только то, что приведено в самом Django. Интересно. Это же Localhost. Почему он так велено работает? Что-то не то. Живое демо не работает. Ладно. Отлайн? Отлайн? Онлайновое. А, о. Ладно. Зайдем в живой Debian даже. Можно заходить через Debian SSO. Можно заходить через GitHub. Поддержка из GitHub. Вот. У меня есть свой профиль. В профиле, соответственно, там, классические штуки такие, в общем-то. Это вот смотрим сейчас с точки зрения просто обычного участника конференции. Вот. Контактная информация. Я зарегистрируюсь на конференцию. Можно послать, как водится. Ну, уже нельзя послать, на самом деле. Короче, надо дождаться загрузки в этой странице. Я не знаю, почему она не загружается. CRS-100... Живое демо не работает. Почему? Соревое демо. М? Соревое демо. Да. Ну, не знаю. Сейчас откроем. Так, еще раз. F5. О! Вот. Я залогинился даже. Смотрим. Приложить презентацию. Абстракты, естественно, как на конференциях кроме LVE вводится. Абстракты — это просто четыре предложения про то, что такое в докладе, какой он будет и вообще. Авторы, соответственно, можно, например, взять Дениса Пынькина, моим соавтором. Правда? Из всех зарегистрированных пользователей. То есть, если пользователь зарегистрирован, он может быть автором, соавтором. Абстракты зарегистрированы на тысячу, тысячу или тысячу или нет? Да. Вот. Они есть из тысячи. Ну, как, не все. Это демо-версия, чтобы заимпортировать несколько пользователей из нашего реального лоя. А дальше нет. В смысле, листоз с тысячи элементов? Ну, в деме это работает, на самом деле. Это как бы этот вопрос пользователей интерфейса, можно заменить его на правильный такой, этот самый, комбо-бокс. Вот. Соответственно, есть такая штука, что, например, если мы... Подожди, вот, регистрация на конференцию, она не открыта, я ее не открыл, на самом деле, вот в чем дело. Сейчас, подождите. В общем, как администратор я вообще, по идее, должен был бы быть... А, вообще, вот посмотрим администрирование этого дела. Это у нас обычная джанга, соответственно, тут можно менять, создавать все, что нужно, но как раз этот параметр, он там не настраивается. В этом проблема. Короче, штука немножко скомканная. Реально, я к докладу не готовился. На самом деле, я штуку знаю, пытаюсь ее рассказать, вот как, в общем-то, я ее вижу. Вот. То есть... Wafer, как я сказал, это библистека на базе, которая строится джанг-приложение для управления системой, конференцией. Соответственно, оно управляется и настраивается так же, как любые другие джанг-приложения. У нас есть какие-то сеттингсы, в которых можно настроить время конференции. То есть, ключевые даты, например, название конференции, город, какая у нас местная currency и так далее. Есть... Wafer в нашем случае состоит из двух частей. Это самая достаточно генерическая библиотека, которая умеет строить расписание, умеет делать ревью докладов, умеет регистрации и все такое. Есть куча модулей, написанных конкретно для DevConf, которые, на самом деле, достаточно универсальны. То есть, у них из DevConf это только название конференции, по сути. Это регистрация пользователей, это инвойсы и все такое. Соответственно, можно... Так, сейчас я включу регистрацию пользователей в этом самом... В эфире попробую зарегистрироваться на конференцию, которая должна, типа, вот сейчас начаться. Так... Так, это сейчас у нас где? А, вот, публичный attendee list это нет. Регистрация открыта. Вот. Registration opened true. И запустим... Все. Так. Вернемся назад и попробуем зарегистрироваться. Зарегистрироваться на конференцию. Разница... Хочу показать разницу между процессом регистрации LVA и здесь. Здесь, в общем, когда этот дырок первый раз пользуются в Кейптауне, у многих людей возникла куча проблем, потому что это была одна большая страница, на которой было миллион кнопочек. Вот. Люди путались, пугались и пропускали время регистрации, дедлайны и так далее. Вот. Поэтому сделали такой дружелюбный интерфейс, где можно сказать, меня зовут, там, Fubar. Вот. Я работаю в компании SDF, SDF Limited. Вот. Мой email там просто вот такой вот. Ну, точнее, email, там, какой-нибудь, в общем, этот, Twitter, например. Вот. Что угодно, любые name tag'и. Контактная информация. Как на LVA можно подписаться на все мои лингвисты, если хочется. У нас есть специальный робот, который в RSC говорит, когда кто-то зачекинился на конференцию. Он напишет, типа, приехал Эриберто. Вот. Вот. Мой emergency contact. Вот. Соответственно, конференция DevConf, она сама по себе бесплатная, на самом деле. В принципе, как и LVA, только мы об этом не говорим, на самом деле. То есть, на LVA мы, на самом деле, если кто-то не знает, мы не платим за конференцию, за участие. Мы платим за еду, регистрацию, точнее, регистрацию, аккомодацию, то есть жилье. И, соответственно, за всякую рекламу, которую не заплатили спонсоры, например. То есть, разница между тем, что заплатили спонсоры, и тем, что какие у нас расходы. Точно так же работает DevConf, только они об этом прямо говорят. Вот у нас есть регистрация сама по себе бесплатная, вот, но за проживание надо платить. Вот. Если вы хотите, можно заплатить профессиональную регистрацию или корпоративную. Вот. Соответственно, можно сказать, когда я приезжаю, когда я уезжаю, все эти данные внести. Подождите, а почему это? Ну, когда, а, потому что я же задал, что у нас конференция, не пойми, когда начинается. Восьмого до второго. Вот. Ага. Когда я уезжаю, нельзя уехать раньше, чем начало конференции. Я еще не купил билеты, например. Прошел регистрацию. Не хочу говорить, какой у меня пол. Маечку я хочу экстра большую. Не, вообще возьму детскую, вот, просто по приколу. Что-то шестого размера. Говорю я, например, на венгерском и финском. По-русски не вельмеса. Вот. И пошли дальше. Соответственно, PGP фингерпринты, это, ну, они автоматически там, можно их экспортировать потом в табличку красивую и сделать. Соответственно, распечатку по протоколу этого самого Continuous Key Signing Parasy. Когда у нас распечатка, проверяем все вместе ША-256 ее сумму и потом просто ходишь с людьми и peer-to-peer обмениваешься подписями. Вот. Соответственно, конференция предоставляет, за счет спонсорства, предоставляет возможность поучаствовать людям, которые по каким-то причинам обделены жизнью и на конференцию сами не могут приехать. То есть, они, например, там, ну, не знаю, там, из Пакистана, Иран и так далее. У них, да, Нигерия той же самой. Вот. У нас, вон, чувак был из Сва-Зеленда. Его зовут Миф Элла. Именно со звуком в середине имени. Вот. Он тоже приехал по спонсорству конференции. Вот. Соответственно, если хочешь, чтобы тебя просмонтировали, нужно попросить объяснить, почему ты хочешь это дело сделать. Соответственно, можно там сказать, куда ты ешь, куда ты ешь и так далее. Ладно. Пройдем через это все. Акомодация, соответственно, в этом случае не была, как бы, кроме спонсированных child care. Если у тебя какие-то есть дополнительные вопросы, можно сказать. И, в конце концов, можно заплатить даже invoice. Вот. В данном случае я не настроил invoice в этом, в этом инстанте. Но вот можно даже попросить, что, типа, за меня заплатят коллабора, там, как его там, Platinum Building, чего-то там, Cambridge. Вот. И мне выставят... Не выставят мне invoice. А знаете почему? Потому что я invoice выключил, но я его забыл убрать, страничку invoice забыл документировать. Вот. Поэтому регистрацию, наверное, не получится подтвердить в этом, в этом инстанте. Вот. Тем не менее, если бы вот мы регистрацию все-таки прошли... Вот я сейчас зайду на, типа, LVE-шную версию этого самого... Как же его? Я для LVE специально этого года сделал специальный инстанц Wafer, который мы использовали, ну, как я его использовал, Дима его пытался использовать, но не очень у него получилось, чтобы сделать расписание. Потому что выяснилось, что весь Google календарь Димы, в общем-то, выплевывается всей публике на обозрение. Да, и там оказывается, что можно нажать кнопочку, типа, прокрутить вверх, нажимать, типа, предыдущая неделя, и можно посмотреть, кто ходит на какие мероприятия, куда, кто, в общем-то, там, ходит в тренажерку, на йогу и так далее, и все такое. Ну, не знаю, кто ходит конкретно, но какие-то там вещи попадались, в общем-то. Да, естественно. Поэтому непонятно даже, кто именно ходит, но видно, что кто-то куда-то ходит. Вот. Соответственно, здесь можно через... А, соответственно, люди, которые зарегистрировались в этом самом... Не знаю, почему она не показывается здесь. Здесь должна быть кнопка, которая может распечатать бэджи, на самом деле. Но почему-то, почему-то я ее не нахожу, потому что, видимо, я эту фишку не включил в LVE-шем сайте. А как это выглядит на словах? На словах это выглядит так, что... Кстати, вот я не знаю, интересно, если я зайду в... Есть штука... Вейфер Депконф... Как же он назывался? Орг, по-моему, так? Тест Вейфер? Ой, нет, куда-то мне... МТСБА, я не знаю, куда попал. В общем, с бэджем я сегодня показывал Паше Чеботареву. Вся вот эта информация, которая есть в профиле пользователя, она автоматически заполняется, естественно, в бэдж. Бэдж, в последней версии, в последней операции, это А4 двухсторонняя, на котором у нас на лицевой и на задней стороне, как бы, это та же самая информация. Но при этом бумажечка складывается в четыре раза, и у нас внутри есть там карта локации, полезные контакты, полезные фразы по-португальски или на языке Zulu, вот. И все эти вещи, соответственно, они автоматически подтягиваются с базы данных, и просто вот они HTML, CSS форматируются, их отправляешь на печать. Вот приходит человек, здесь чекиниться, ты ему печатаешь прямо бэдж на цветном принтере или на черно-белом, если хочется, и вкладываешь в эту самую. Вот, покажу сейчас, как делается расписание, например, то есть я, например, вот в живом этом самом, в живом, ну вот ема, ну что за хрень, ну почему все ломается? В общем, например, у нас произошел, посмотрели мы, в общем, система review, на самом деле, здесь есть докладов, примерно как в LVE-шном. Да, примерно как в LVE-шном этом самом сайте, то есть вот эти доклады, когда они посылаются, к сожалению, я не могу зайти в административный режим, кстати, вот в Debian там самом, тут у нас прямо даже видео показывается, то есть эти странички с докладами не остаются навсегда. Важное замечание, Паша мне рассказывал, что когда-то была такая идея с LVE, но как-то к этому руки не дошли. В общем, депконф делает так, что есть сайт депконф.org, а потом есть под домены под каждый год конференции, начиная с депконф 4, по-моему. Депконф 0, первая конференция, она не сохранилась, 2, 3, 4, по-моему, организовались на Wiki, а потом, вот 4 или 5, я не помню, до нее сделали, собственно, сайт. Дело так, что с какого-то определенного года все сайты начали архивировать, то есть, когда конференция закончилась, счета все заплатили и закрыли бухгалтерию. Вот этот вот движок, он запускается, грубо говоря, рекурсивный VGET, делаются статические версии сайта со всеми ресурсами, и сайт убивается. И она по домене остается жить статическая версия, доступная и во веки веков. Вот. Соответственно, поднимается новая версия в следующий год, и пилится как бы, ну, fork, по сути, гид-репозитория. Вот. Аналогичные вещи можно сделать с LVE, например, подобную структуру. Да, так вот, все-таки вернемся к этому самому, к формированию сетки докладов. То есть, когда в LVE, например, сейчас движки работают так, что автор, когда посылает доклад, создается такая страничка, где могут прийти специально обученные, запругленные люди, которые ему прокомментируют на доклад и скажут, что его доклад никчемный совершенно и конференция не годится, пока он не сделает эти исправления. И когда он эти исправления сделает, тогда все будет классно и просто это будет вообще офигеннейший доклад. Вот. Аналогично, соответственно, в депконфе, но, к сожалению, не могу это сейчас показать, потому что, ну, в общем, я там много чего поломал, а на живом депконфе у меня нет административных прав, к сожалению. Но ситуация такая же, то есть там просто есть, грубо говоря, поля для комментирования по докладам, соответственно, видят их только контент-тим и автор. Как я показывал, что при создании доклада там есть возможность указать несколько авторов. Один автор всегда является главным, это докладчик, как бы, остальные это, как это, корреспонденты, как бы, в своем роде. То есть они показываются в расписании, если их больше два, то обычно после второго они показываются и так далее. Это алл. Вот. Соответственно, когда у нас доклад все-таки запрувлен, его можно поместить в расписание. Примерно вот таким вот способом мы берем голос спонсора, притягиваем его, и он сразу оказывается в расписании. Вот. Что-то, чего у нас на данный момент нет, и, как бы, сделать его было... Ну, никто на нем не работает, на этом деле, к сожалению, в LVE. В DevConf, соответственно, это встроено прямо в вейфер. Сайт DevConf, он на этом деле строится и, как бы, добавляет всякие возможности. Но вот эта штука, она, как бы, встроена именно в вейфере. Так. Что-то я снова, это самое, ухожу в сторону. Надо бы продумать структуру доклада все-таки. Ну, кстати, на то, что пришло, если что, осталось 11 минут. Да? Ух ты. Здесь будет следующий, а следующий общий. Следующий общий. Андрей, раз паузу, а что там про размещение? Ты очень быстро прошел, как вперед идти? Можно как-то разрисовать домики? Да, размещение. Смотри, с размещением там есть такая фишка. Сейчас я пойду, подожди, это не front desk, это... Это, подожди, а, нет, подожди, это сайт админ, по-моему, accommodation, по-моему, был тут. То есть, идем сюда, accommodation. Так. Пу-пу-пу-пу-пу, или подожди, у меня это было в локальном, по-моему, подожди. У меня, по-моему, это было в локальном, в локальной версии сайта. Сейчас посмотрим, администрирование, accommodations. Accommodations здесь работает очень по-простому, на самом деле. Вот мы выбираем... Вот я создам новое, например. Что у нас добавляем нового... Когда мы хотим кого-то расселить, мы выбираем человека, мы выбираем, в какие дни он будет. Например, такие... Какая-то дополнительная информация, может быть, семья. И вводим, в какую комнату мы его поселяем. Ой. Какие ошибки... А, подожди, я его уже заселил, я себя не заселил. Селим себя. Ну вот. А? А? Ну вот, на самом деле, это как бы... В смысле, подожди. Это, наверное, произвольная строка. Да, произвольная строка, как бы. Соответственно, потом, когда мы дело сохраним сейчас... Вот мы, типа, двух человек расселили в комнату 122. Если мы перейдем в... Где-то здесь была accommodation в этом самом... Front desk. То есть, можно писать там в одну... Оно показывает, что вот у нас комната 122, в ней есть две постели. На одной спит Денис Минькин, а на второй спит фу-бар. Вот. То есть... А, я помню, где-нибудь количество постелей создаётся? Или... Количество постелей — это по количеству людей, которых ты туда заселил. А? На данный момент это по количеству людей, которых ты туда заселил. Да. То есть, я приятно. Кровати динамические. Да. То есть... Насколько... Я не вчитывался в это дело подробнее. И, возможно, дело настраивается где-то. Вот. Но, по крайней мере, есть основа системы, которую можно улучшать. Вот. Пакеты спонсорства задаются аналогичным способом. На самом деле, потому как, грубо говоря, это описано программистом для программистов, как говорят. Вот. На самом деле, все эти штуки, они задаются в более-менее текстовом формате в файликах. Спонсоры у нас — это куча YAML файлов, в которых пишется, что, например, вот это такой вот бронзовый спонсор. Его URL, название и картинка к нему. Что, типа, вот, где-то лого открылось там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же он разъезжается-то как-то? Вот. И по логотипу его. Вот. Соответственно, аналогичным образом задаются странички все. Это просто маркдаун. Ой, это не страничка, это меню. Маркдаун, в котором все пишется красиво, очень куда там и как там. Соответственно, аналогичным образом задаются, например, сетка этого самого расписания. Мы сдаем, какие дни у нас на конференции, какие у нас есть комнаты. Вот. И по каким дням и в какое время у нас есть слоты. Например, вот это вот для LVE, что типа в четверг мы приехали, у нас только ужин и неформальщина всякая. Вот. На следующий день у нас планируется изначально сетка по 30 минут, как раньше. Ну и потом... Да. Да. Так вот, есть менеджмент-команда. Вот оно тут даже, по-моему, в ритме упомянуто. Типа, ManagePy, Populate Sponsored Packages, Load Sponsors. Где-то было Load Pages. А, вот, Load Pages типа. То есть оно просто, оно создает объект типа страницы. Это джанговская часть стандартной джанговской модели. И оно в него загружает маркдаун из файла. Соответственно, его можно из файла перезагрузить снова. Можно прямо там редактировать. То есть, в принципе, у нас вот на каждой страничке, если мы пойдем сейчас сюда, вот, например, на типа LVE-шном сайте. Вот, например, идем на страничку Become Sponsor. Тут внизу есть кнопочка Edit. Даже есть Compare to Previous Version, только она сейчас выпадет, потому что нету там истории еще. Но редактированное, конечно, в файле не появится. В файле не появится. Хотя это можно и сделать, конечно. Можно написать команду Export, типа, чтобы оно экспортировано назад в маркдаун. Потому что тут внутри маркдаун тоже есть, и его, естественно, реконструировать файл из базы данных достаточно тривиально. Вот, ну, соответственно, тут можно поменять, вместо Thank you, например, типа, сказать Fucky for Interest in DevConf, например. Вот, и оно сохранится даже. Соответственно, его потом можно будет заэкспортировать и сделать с ним что угодно. То есть, в общем-то, на этом можно построить вики, если очень хочется. Но, по-моему, от вики можно, в нашем случае, избавиться, сделать, да, систему, подобную вот этим чекинам. Для чекинов на маршрутке, например. Вот. Да, я понимаю, что доклад такой сковыканный, потому что я пытался показать все и сразу. Вот. С практической точки зрения. Вот. А, там даже есть система волонтерства, на самом деле, я вам забыл сказать. Аплодисменты. 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 И следующий наш общий поток соседней Аплодисменты. Здесь, может, ничего не будет. Аплодисменты. Аплодисменты.